Доброе утро! Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru В китайской прессе наткнулся на ностальгическую статью о том, как была в прошлом устроена чайная торговля в Пекине со старыми чайными картинками. Там, большей частью, речь идет о жасминовом чае, и мне больше всего понравились два сюжета воспоминания. Первый сюжет – это номерные купажи, которые неплохо известны и нам. Многие, например, помнят черный чай номер 36, а зеленые чаи номер 95 и номер 110 и сейчас продаются в Средней Азии. Хотя, конечно, стабильность у этих смесей очень-очень примерная. Так вот, номерные купажи были знакомы и пекинцам несколько десятилетий назад. Может, и сейчас, кстати, знакомы, я не знаю. Смысл у этих номерных купажей был стандартным купажным. Необходимо было нивелировать сезонные колебания качества чая и стабилизировать его потребительские характеристики. Так, чтобы условный купаж номер 8 был одинакового вкуса и весной, и осенью. Второй сюжет – это наименование чая по его цене. Ну, то есть приходит человек в чайную лавку и спрашивает, чай по 200 есть? Ему отвечают – есть. И он тогда мне на 100. Расшифровывается этот диалог очень просто. Сначала покупатель интересуется, есть ли в продаже тот чай, который обычно стоит 200 юаней за дзынь. А потом просит взвесить ему этого чая на 100 юаней, ну, то есть пол дзыня. Всем, кто закупался в советских гастрономах, такая схема, в принципе, должна быть знакома. Милые детали на самом деле. На китайском телевидении наткнулся на профориентационный ролик, рассказывающий о профессии, которую, пожалуй, правильнее всего было бы назвать суперпотребитель чая, ну, или специалист по чаю в потребительской и торговой чайной культуре. Его работа состоит в том, чтобы самому разбираться в чай и уметь хорошо о нем рассказывать, в том числе и за чайным столом. Ну, то есть такой специалист, он и тетестер немного, и чайный мастер, в том смысле, в котором этот термин обычно употребляется в России. Ролик симпатичный и с любопытной деталью. Если будете смотреть, то обратите внимание, какие крупные сливные отверстия в тех тетестерских парах, что используют для дегустации чая наши китайские коллеги. Эти тетестерские пары – штука, в общем, более или менее стандартная. Бывают, конечно, вариации по объему, по форме ручки и крышки, но, повторюсь, чаще всего они примерно одинаковые. А вот размер сливных отверстий бывает разным и зависит от размера чаинок, тех чаев, которые дегустируют. Грубо говоря, в том месте, где тестируются мелколистовые, чаи дырки будут меньше, а там, где крупные цельнолистовые – побольше. Китайским коллегам с чаем и с отверстиями явно повезло. Кстати, о мелколистовых чаях. Ланкийские ученые опубликовали недавно работу, в которой описали микробиологические свойства цейлонских чаев, выращенных и произведенных в разных агроклиматических регионах острова. Ну, типа там в Сабарагамове больше таких микроорганизмов, а в Уддапусилаве – вот таких. Исследование это, безусловно, имеет практический смысл и позволяет лучше готовить чай к хранению и транспортировке. Ну, с точки зрения досужего любопытства, не очень интересно. Читаешь его и думаешь, лучше бы они метаболиты и сенсорик у чаев одного грейда из разных регионов сравнили, как это обычно делают китайские ученые. Однако в списке ссылок на документы и публикации, с которыми работали ланкийские ученые, оказалась ссылка на номенклатуру грейдов цейлонского чая, причем не просто на номенклатуру грейдов, а на частично иллюстрированную номенклатуру грейдов. Если вдруг кому интересно, чем в случае с цейлонским чаем отличаются друг от дружки грейды OP, PECA, OP1, BOP и OPA, а именно они из массово доступных грейдов представляют, на мой взгляд, наибольший потребительский интерес, милости прошу под ссылку, там все наглядно. Ну, а ссылка будет в сообщении. И это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru Удачи!